В Твери активно идет подготовка к началу реализации новых проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. В этом году в регионе планируется по желанию жителей воплотить в жизнь 221 проект по благоустройству территорий, 8 из них в областной столице. Что хотят видеть жильцы многоквартирных домов в собственном дворе? Детскую площадку, парковку или мусорные контейнеры? Выяснил наш корреспондент. Программа поддержки местных инициатив реализуется в Тверской области с 2013 года и пользуется популярностью среди населения. За 10 лет реализовано более полутора тысяч проектов благоустройства территорий. Особенность направления в том, что сами жильцы инициируют ремонт дворов, строительство детских площадок, парковок и других объектов. На участие в ППМИ в 2023 году было подано 305 заявок. Победили в конкурсном отборе 221 проект. Среди них, к примеру, двор дома номер 30 по свободному переулку. Здесь уже этим летом появится новый современный детский игровой комплекс. Стоимость проекта 1 миллион 86 тысяч рублей. На сегодняшний день проходит электронный аукцион по выбору подрядчика, который будет осуществлять работы. Название организации станет известно 22 марта. Кстати, установка детского игрового оборудования во дворах – одно из частых пожеланий жителей многоквартирных домов. Еще одна популярная инициатива – ремонт дворовой территории. Сделать двор удобным для всех и функциональным стремятся большинство жильцов многоэтажек. По ПМИ один из инструментов реализовать такие проекты. Привести в порядок старый двор и организовать парковку решили и жильцы дома номер 97 по улице Склицкого. Стоимость работ – 90 тысяч рублей. Муниципальные контракты на производство работ уже заключены. Здесь деревья вот эти все мешают. Нужна парковка, все равно нужно. Я думаю, надо бы, наверное, парковки, потому что на детских площадках даже машины ставят. Должны быть детские площадки, парковки отдельно. Для выгул собак тоже должно быть место отдельно. Кроме того, через ППМИ возможна установка мусорных контейнеров, уличного освещения, ремонт дорог, модернизация систем водоснабжения и водоотведения. А с 2023 года можно приобретать и устанавливать малые архитектурные формы, скульптуры, арт-объекты, фонтаны, скамейки, а также оборудование для учреждений культуры. Многие адреса участвуют в программе по несколько раз. Популярность ППМИ среди населения отметил и глава региона Игорь Рудене. Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территории и вовлечения граждан в работу по развитию региона. Реализуются проекты на условиях софинансирования. Около 10% стоимости работ средства граждан, остальное из областной казны в диапазоне от 50 до 90% и местных бюджетов. Всего же на программу поддержки местных инициатив из регионального бюджета направят в этом году 212 миллионов рублей. Уточнить условия участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта.